9 вузов, 36 техникумов и колледжей. Именно такое количество образовательных организаций в Крыму готовы принять в этом году в своих стенах студентов. Отличительная особенность вступительной кампании 2020 года – прием документов в онлайн-формате. Для колледжей и техникумов предлагается еще один способ – отсканировать документы и отправить их по почте. В обязательном порядке в заявлении будет прописано еще одно условие. В течение первого года обучения студент обязуется подать оригиналы документов. Есть направления подготовки, которые требуют прохождения медицинского осмотра. Данный медосмотр необходимо проходить тоже в течение первого года обучения. В случае, если при его прохождении будут выявлены какие-то противопоказания, то, будучи уже студентом, гражданин может обратиться в образовательную организацию с просьбой перевести его на другое направление подготовки. На очную бюджетную форму обучения более 1300 студентов в этом году готов принять Крымский инженерно-педагогический университет имени Фюзия Кубова. В УЗИ функционирует пять факультетов, всего 80 направлений подготовки. За последние годы предпочтения при выборе будущей профессии у абитуриентов изменились. Еще несколько лет назад большим спросом пользовались педагогические направления и психология. Сейчас их сместили логопедия, журналистика, филология с английским уклоном и прикладная информатика. Творческие вступительные экзамены в этом году в Кипу будут проходить абитуриенты, поступающие на музыкальное и художественное направления подготовки, а также журналистику. По творческим конкурсам, безусловно, ребята будут сдавать не онлайн. Это достаточно сложная система и, конечно, для того, чтобы определить уровень этой творческости и отработать со студентом музыкальных или художественных направлений подготовки с абитуриентом, конечно, нужно его присутствие. Я думаю, что будет составлен график, так чтобы дети не пересекались и чтобы был соблюден соответствующий режим профилактический. Финансово-экономический колледж в Симферополе в этом году готов открыть двери для более чем 500 будущих студентов. Предпочтения в выборе будущей профессии у выпускников девятых классов с каждым годом также меняются. Если раньше большим спросом пользовалось направление юриспруденции, то сейчас это информационные системы. Вступительные экзамены в колледж абитуриенты также будут проходить в онлайн формате. Изменится и работа приемной комиссии. В этом году приемная комиссия будет организована следующим образом. У нас будут работать операторы приемной комиссии, которые будут принимать электронные документы и обращения, будут стараться делать это своевременно, будут вносить в соответствующие базы. Будут работать те сотрудники, которые будут отвечать на звонки, потому что мы предлагаем нашим абитуриентам для уточнения какой-либо информации позвонить нам. Выше учебные заведения подать документы в онлайн формате необходимо в течение 23 календарных дней после оглашения последнего результата ЕГЭ 25 июля. В колледжах и техникумах документы будут принимать до 25 августа. Сроки сокращаются до 9 календарных дней, если направление подготовки требует прохождения творческого испытания. Абитуриенты могут подать заявление в 5 вузов по 3 направления подготовки. Для среднего профессионального образования таких ограничений нет. Мария Моссур, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ.